Феминизм Социальной революции Для помощи Установления прав рабочих И так далее Действительно, феминизм прошлых веков Сыграл большую роль Но сейчас это довольно таки Вредный атовизм В эпоху, когда женщины обладают Абсолютно теми же правами, что и мужчины Феминизм действительно Смешон Женщины сражаются за ничто Они находят ущемление своих прав Во всем, что только можно Они просто выискивают Эти унижения прав Они их придумывают из небытия Притом, действительно, это уже спорно Чьи права больше ущемляются Мужские или женские По сути, вся судебная система Практически вся направлена Против мужчины Если женщина изнасилует мужчину То, в принципе, ей ничего не будет А если наоборот, то, конечно же, мужчина ждет наказания Мужчин больше обязанности Они обязаны ходить в армию Ну, по крайней мере, в России они обязаны это делать Женщины никому ничем не обязаны У женщины есть какие-то физиологические замки Какие-то, да, физиологические проблемы Например, женщина рожает Перевес прав всегда находится на женской стороне В последнее время Мужчины, они всегда ущемлены И в этом смысле феминизм, он втройне бессмысленный Он размножает несправедливость Если мы хотим сражаться за равенство прав мужчин и женщин Сейчас у женщин нужно отбирать некоторые права Если так подумать, традиционное общество На самом деле, оно было довольно-таки конгруентно У мужчин было больше обязанностей В этом смысле у них было больше свобод У женщин было меньше свобод И было меньше обязанностей В принципе, довольно-таки равный размен Но женщины захотели больше свобод Но при этом решили уменьшить количество своих обязанностей С чем же это связано? В первую очередь, это связано с тем, что Человек требует пользы для себя Ну, конечно же, если все женщины получат пользу То пользу получит каждая отдельная женщина И свобода получит каждая отдельная женщина Именно поэтому, да, женщины и выступают Вступают в ряды феминисток Давайте, правда, отметим, что ущемление женщин В прошлых веках, если не читать женщин рабочих Которым платили намного меньше И которые работали в дьявольских условиях Ну, в общем-то, ущемление женских прав Это ерунда По сути, если мы берем какие-нибудь дворянские семьи То женщины жили намного лучше мужчин Опять же Да, они, конечно же, выходили замуж поневоле И так далее, так далее, так далее Но разве у кого-то в прошлом были другие проблемы? Мужчины тоже не вполне по своей воле Избирали замужество И у каждого вообще свои минусы Мужчинам приходилось служить, пахать всю жизнь А женщина, дворянка или барыня Любая знатная женщина Она могла жить всю жизнь дома И практически ничего не делать Просто быть красивой Читать какие-нибудь романчики модные И, в принципе, все Это ущемление прав Если мы берем крестьянку и крестьянина Опять же, есть учет способностей Мужик пашет в поле Баба что-то готовит И вот сейчас, когда мы все в приблизительных живем Дворянских условиях Даже бедные довольно-таки люди Живут в полноценных квартирах И ведут более-менее свободную жизнь А мужчины и женщины ведут в свободную жизнь И вдруг какие-то претензии К несвободам К ущемлениям прав Это действительно смешно Это просто мрак Мужчины ущемляют права Люди, у которых на данный момент Прав в несколько раз больше Действительно, у женщины намного больше прав Намного больше свобод Они намного больше могут себе позволить Их жизнь куда более разветвленная И дело даже не только в законах Дело в обычаях У женщины куда более Да, разнообразный выбор Особенно у красивой женщины Она может выйти за кого угодно замуж Она может просто ничего не делать всю жизнь Она может выбрать работу и пойти работать Она может провести служить как угодно Она может идти в университет Не боясь, что ее заберут в армию Собственно У женщин хорошая жизнь Вполне такая классная жизнь Быть феминисткой в таких условиях Это просто деградация Это дебилизм Это тотальный идиотизм Мне кажется, что разумные современные женщины Они просто не обращают внимания На эту феминистическую пропаганду И живут Живут с тем, что есть Потому что жизнь у них Вот она неплохая Она вполне даже себе приемлемая Я же считаю, что дело не в том Мужчина, ты не женщина Дело в том, просто какой ты человек И все Не нужно выдумывать какие-то призрачные ущемления прав Не нужно пытаться унизить другую полу Это все ерунда Это все абсолютно греба Я, конечно, не поддерживаю мужчин Которые пытаются унизить свои слова О, да, говорят Женщина у меня стала пух Не, ну это идиот Что с ней поделать? Это не повод создавать целое женское движение В котором ведется дичайшая пропаганда Каких-то странных, ужасных вещей Которые действительно сподвигают женщин унижать мужчин И в сущности Феминизмом как раз и вызывает неравенство На новом витке своего развития Если феминизм продолжит успешно существовать в 21 веке То женщины скоро как раз, да Перевесят мужчин И неравенство перейдет в их сторону И уже потом мужчины должны будут сопротивляться К женскому кмоту В общем, современная женщина Если ты действительно умеешь мыслить Не поддавайся на тупую феминистическую пропаганду Не становись агрессивной и озлобленной Мужененавистницей Который стремится ущемить в правах Всех окружающих ее мужчин Относись к людям с пониманием Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!